Стартовался российский опрос о значимости целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жители Ямала приглашают принять в нем участие и определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов, которые отражены в целевых показателях нацпроекта. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков региональных федеральных трасс, повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Оценка значимости производится по 10-балльной шкале. Голосование проходит на сайте нацпроекта. Его адрес вы видите на своих экранах. Напомним, в 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектов России. Финансирование масштабной дорожной компании будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов. Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети, агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно. Другая важная задача – повышение безопасности дорожного движения. Планируется, что за счет в том числе благоустройства дорог, установки световарных объектов, ограждения, камер, фото-видео фиксации и других мероприятий удастся вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза. Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов. В округе к 2024 году в нормативные состояния приведут 70% автодорог. Только в 2019 году планируется проведение дорожных работ на участках автодорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 89,9 километра. Строительство 59 километров, капитальный ремонт 7,5 километров и ремонт 23,5 километров. Общая протяженность участков Салихарской городской агломерации, в том числе и в Лутнанге, где в этом году планируется проведение ремонта, составит 4,9 километра. Первые итоги опроса будут подведены через месяц 15 апреля. Голосование планируется проводить неоднократно в течение всего года. Полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов и разработке мер по улучшению программ дорожной деятельности субъектов.